Наиболее оптимальным временем для проведения вакцинации является период с октября до первой половины декабря. В это время, как правило, еще не возникает вспышек заболеваемости и иммунитет к болезни успевает выработаться. Кто-то предпочитает не прививаться, считая грипп не такой уж и страшной инфекцией. Какие последствия может привлечь болезнь и кому особенно необходима осенняя вакцинация, узнавали мои коллеги. Не за горами зима и нас в который раз ожидает эпидемия гриппа, которая готовится надо заранее. Профилактику гриппа надо начинать с середины октября. И это, прежде всего, укрепление нашего иммунитета. Чтобы уберечься от гриппа, специалисты Роспотребнадзора объявили о начале прививочной кампании. Грипп – это тяжелое вирусное заболевание. Часто грипп воспринимается как обычная простуда. Однако его последствия недооцениваются. Особенно опасно это заболевание такими последствиями, как воспаление бронхов легких, менингит, миокардит и обострение других заболеваний хронических человека. Гриппа может заразиться любой человек через воздух от человека, который кашляет или с насморком, а также через предметы, которые заражены. Все мы склонны недооценивать опасность гриппа. А между тем, именно его осложнения считаются самыми тяжелыми. И часто как раз этот нестрашный грипп приводит к самым неблагоприятным исходам. Особенно у детей, людей старшего возраста и тех, кто имеет ослабленный иммунитет. Самый лучший способ справиться с болезнью – это профилактика. Как отметил главный врач Славинской центральной районной больницы Юрий Просоленко, на заседании противоэпидемиологической комиссии по вопросам вакцинации населения против гриппа выделяются группы лиц, которым ежегодно стоит проходить эту процедуру. К ним относятся дети дошкольного и школьного возраста, студенты, медработники, соцработники и лица старше 60 лет. Все у нас учащиеся ПТУ и техникум старше 18 лет привиты по норме. Все техникумы и учебные заведения сработали хорошо. Вирус гриппа – коварный и хитрый враг. Он проникает в организм легко и незаметно, а затем одним ловким ударом сваливает с ног. Высокая температура, головная боль, сильная слабость, озноб, боль в мышцах. Каждый из нас хоть раз сталкивался с этим противником лицом к лицу и оказывался поверженным. Современная медицина, между тем, готова дать отпор этому серьёзному заболеванию. Самое эффективное средство – это, конечно, вакцинация. Её уже прошли сотрудники районной администрации, школьники и студенты. Помимо так называемых групп риска, каждый житель нашего района может обратиться к своему участковому врачу, чтобы получить прививку от гриппа. Перед вакцинацией врач осматривает человека, измеряет ему давление, температуру тела, а также узнаёт, есть ли у него какие-либо жалобы на здоровье или аллергия на куриный белок. Если противопоказаний нет, можно делать прививку. Существует определённый график вакцинации. Подлежат все больные хронические заболевания, группы риска, работники бюджетной сферы, работники образования. Поэтому прививаем не только лица все старше 60 лет и вакцинируем все организации, которые находятся на территории нашей поликлиники. Сейчас прививочная кампания против гриппа в самом разгаре. И прививку можно будет сделать ещё до середины декабря, тем самым обезопасив себя от серьёзной инфекции. Ведь болезнь легче предупредить, чем потом её лечить. Надежда Неткачева и Игорь Ванчуков. Программа «События».